Христос посреди нас, мои родные, любимые, христолюбцы, мужи, может быть, даже отцы святые, с женами разносятся, всем братьям, сёстрам, всегда радоваться, за всё благодарить, всегда веселиться и за всё благодарить Господа. Христос посреди нас, давайте помолимся, ибо Господь всегда с нами, особенно с теми, кто призывает Его Святое Имя, которое есть Любовь, и Его, естественно, самого, которое есть Личность, Господь наш, и Создатель, и Творец, и Промыслитель. Но давайте помолимся, ибо какая ещё радость, как помолиться вместе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Сущий над всем Бог, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, источник жизни и всякого блага, хлеба и вина, земного и небесного, Господь мой и Бог наш, податель жизни и всякого блага, всякого счастья на земле и на небе. Благослови, пожалуйста, сию запись, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих, что истинно и полезно на пользу каждому. Благослови, глаголить. И да прославишься Ты и имя Твое Святое, явленное Тобой на кресте, которое есть Любовь, и да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, славу и величие, а главное, Божество Твое в воскресении Твое. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос посреди нас. Ну что, я хотел рассказать по поводу своей этой учебы. Ну а сказать хотел следующее. Ну ролик вы заметили, я уже название придумал. Goodbye семинария. В общем, поучился я, хватило мне вот так вот. Вот, я ни в коем случае в этом ролике, конечно, ничего там не буду ни осуждать, ни там какие-то рассказывать вещи. Я скажу как раз, как всегда, общими такими мотивами. Ну, я и сначала не скрывал, что мной руководило, да, какая была цель. Может быть, не всем понятно, и мне отчасти было не все. Мы же все что-то ищем, что-то познаем. Я человек опыта, я всегда говорил, да. И считаю, что это каждый человек, сам Господь нам попустил все опытно вкушать, чтобы мы потом, познавая истину, познавая добро, а не зло, избирали добро. Вот, что с семинарием? Ну там я через силу вообще с горем пополам там 10 предметов я добил, которые меня, ну, более-менее интересовали, хотя многие из них я через такую силу слушал. Я уж, как говорится, боялся душой повредиться, да. Это, конечно, меня совсем не устраивает, что я слушал. Вот. Что я хочу сказать? Во-первых, ну, кто знает, я ярый противник системы, ибо любая система, она порочна в своем начале. Сам Господь никакой системы не создавал. Это мы видим от начала сотворения мира. Человек был создан в свободе, и со свободой выбора. И, в общем-то, Христос, когда воплотился, мы чудно видим, как сам Господь воплоти ничего не создавал. Это меня всегда поражало от начала, как я покаялся, да. И вот меня что поражают все системы, и меня даже удивляет. Вы знаете, что каждая новая система, которая создается, вроде бы вот люди, вроде бы Господь коснулся их сердец, да, и они вроде бы уразумели, что, да, в системе там много беды, надо выйти из нее. Они выходят и создают новую систему. Это вообще, получается, они, вроде бы, благодать их коснулась, а в оконцовке получается, что они, ну, я не скажу, конечно, там, применимо, неприменимо, что хуже первого, да, там, для такого человека, для такая система стала хуже предыдущей. Я не хочу даже этой ерундой заниматься, всеми этими анализами, да. Вот. Но то, что действительно, если ты, от того, что ты уходишь из одной системы, окунаешься в другую, то это просто сатана тебя из одного болотца в другое кидает, и, в общем-то, разницы никакой. Все эти там богословы, проповедники, защитники своих систем ломают копии друг об друга, унижают, оскорбляют, обличают, обижают, да, ненавидят. Что только не делают. Причем под личиной добра, святости, любви, и сами себе мнят, что они вот такие хорошие, но только вот все остальные, это, сдадвиньтесь от нашей системы. Или примите нашу систему истинной. Почему только не Христос истинной, а система истинной, я до сих пор разуметь не могу. Вот. Где христиане-то? Есть. Кто только не есть. Каких только нет названий. А где христиане-то? Если Христос истинной, почему твоя система истинной-то? Это меня поражает просто. Будет, наверное, до конца поражать-то. Ну да, ты по-своему понимаешь истину. Но если ты сам свое понимание делаешь истиной, ты уже сам вне истины, потому что ты стал сатаной, по сути-то, который претендует на истину, да. Истина одна, Христос. Кто познал Христа, тот и в истине. Плохо или хорошо, это уже Бог его будет судить. И суть проповеди, я почему поражаюсь, я сейчас вам приводить опять не буду, вы знаете, я показывал вам в послании. Посмотрите в Деяльных апостольских первой проповеди Петра, Павла. Вот такие вот. Христос от начала являл свои блага Господь в сотворении мира. Во все последующие времена, в последнее время явился, благотворил. Его не приняли, отвергли, надругались, бичевали, распяли, осудили прежде, конечно, что мы любим очень делать, да, это осуждать, обличать, вот. Прибили ко Христу, он умер, но и воскрес. Вот вам и все. И мы свидетели, и мы вам свидетельствуем. Но мы, будучи христиане, блаженнее, потому что мы даже свидетельствуем того, чего не видели. Все начинается с проповеди и заканчивается с проповедью. Так, все Евангелие. Мы сами покаялись от услышания, вера от слышания. Все. И вера, действующая любовью, нет другого спасения. Все это вырывание. Евангелие отрубит на десятой части. Уверуй и спасен будешь. Да, можно тогда привести к тому, что в конце Господь опять говорит, кто верует и крестится, спасен будь. Ну, что это такое? А зачем тогда все Евангелие-то, где Христос распялся и сказал, что иди за мной, крест. Все это понарезали кусочками, вот так. Знаете, как эти маньяки там из газеты вырезают, что-то склеивают. Вот это все учения человеческие. Вот этими маньяками системными понарезанные кусочки из Евангелия и слеплено собственное благовестие, собственный культ, собственная система. И все стадо Христово разодрали. Вместо того, чтобы стадо Христово было единого, какая разница, кто там что-то как понимает какие-то вещи бестолковые, причем и бесполезные, которые в принципе понять невозможно. Человеку вообще нет заповеди понимать бытие. Мы ничего понять не можем. Ни этого мира, ни будущего, ни предыдущего, до которого человек не существовал сам-то еще в принципе до своего рождения. Чего он может? Наше дело радоваться жизни. И причащается человек к Богу только любовью. Все. Ничем он больше... От того, что я верую, не сказано, что я от веры причащаюсь. Ну что, ленивая вера, что она делает? Кого она соединяет? Любовь только соединяет. Поэтому Павел Храшев сказал, вера действующая любовью. А то вера без дел мертва. У Иакова вырвали самый красивый момент, самый мутный. А какие дела, давайте репу чесать. Хотя все послания направлены на то, что делами культа, то есть делами всякими человеческими заповедями, как и Господь говорил, преданиями, никакая плоть не оправдывается. Можно только оправдаться, то есть стяжать Дух Святого Духом любви, соединившись с ними, Духом упования, радости, мира, долготерпения, кротости, милосердия. Подвязаясь в таких подвигах, как говорят, а по сути жизни, как там только слов, каких только не придумали. Аскетика, духовная жизнь, духовная борьба. На самом деле человек просто творит свою душу, он сам кузнец своего счастья. А Господь ему фиксирует эту природу. Он показывает свое желание, Господь фиксирует. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть Господь зафиксировал. Человек делает себя красивее. Это же красота. Бог называется первичной красотой. И вот так многие великие христиане называли. По сути так и есть. Потому что все в мире, любовь и красота. Потому что это Господь, Бог, Который есть Христос. Вот и все. Поэтому что, для этого нужно какие-то семинарии закачивать? Конечно нет. Меня поражает. Вот авторитет даже Писания, кто утверждает. Ну хорошо, авторитет Писания. Значит я тоже христианин. И ты христианин, если я опираюсь на Писание. Ну нет, авторитет Писания, это конечно хорошо. Но вот еще есть у нас семь вероучительных моментов, их надо принять. Ну хорошо, я может быть даже шесть принимаю, а седьмой не принимаю. Что, я не христианин? Нет, я просто не такой, как ты. Да, я не ваш. Да я не спорю, я не ваш. Ты такого, он десятый. Но я Христа принимаю, ты принимаешь. Причем тут человеческие определения того, как он понимает Писание. На каком основании это я должен полагаться на людей. Господь хорошо через пророка говорил, опрись на человека. Кто он есть-то? Как ты попрешься на него, как на трость, которая подломится, сломается и пронзит тебе руку вот так. Когда ты на нее опрешься на трость. Вот так что все это, конечно. Вот. И меня что поражает, все конфессии, ну потому что корень их гнилой, корень их сатанинский. То есть корень их разделения всех христиан. Поэтому он и порочен. Любая система, любая конфессия, она порочна в своем начале. Либо она опирается не на Христа, а на учения человеческие. То есть если ты принимаешь это учение, ты, вот, я даже христианин не могу сказать, ты ихний. Чей там, по какому имени они называются, все. А если ты учения этих не принимаешь, но принимаешь Христа и его Евангелие, благую весть, которая в вере действующей любовью, любовью, ты почему-то вне истины, хотя я именно истинную принимаю, а не принимаю вашу ложь. Вот. И поэтому отсюда, от этого корня гнилого, и все ветви растут, всех конфессий. Любви ко всем нет ни у кого. Хорошо, ну в Евангелии написано, любите врагов. И начинается. Но любим мы только своих, только своих. Всем остальным мы отрежем уши, причем словом Божьим. Помните, как Петр мечом рубил? Толкуется духовным-то мечом. Я словом Божьим закидаю еретика, уши ему буду прямо обрубать. Ты этого не слушай, приведу ему заповедь из Евангелия. Он вот еретик, кто обойдет там всю землю и заворотит. Вот видишь, это вот к нему относится или к тому. И давай, словом Божьим, уши рубить немощным людям. Да, что вот тех. И все, давай к своей конфессии тащить. Это, конечно, беда. Господь ни за какую истину, тем более даже словом Божьим, нам уши другим рубить не заповедал. А мы давай плеваться стихами Писания. Да есть целиковая Евангелие, которая в вере действующей любовью. Христос, который явил эту любовь. И в воскресенье показал, чья это любовь. И плюс это воскресенье, наши надежды и упования. Почему мы так должны поступать? Потому что, человек, ты бессмертен. Ты будешь в ответе за свою жизнь. Вот и все. Что это тело, одежда нам еще. Еще где сказано-то в первых главах. Бытия Библии. Вот, пожалуйста, ты совлечешься. Вот, поэтому для меня основным моментом, почему я не хочу, тем более, я говорю, я этот семинар, я даже не хотел ее заканчивать. Я хотел просто освоить предметы. И я сомневался, что я бы даже хотел получать диплом, уж не говоря, там о каком-нибудь там рукоприкладстве. Вот. Почему? Потому что ты будешь проповедовать учения человеческие. А я их проповедовать не хочу. Вот, я христианин, прежде всего. Вот, стараюсь быть христолюбцем. То есть, исполнять его заповедь любви, сколько могу. Подвязаюсь в этом. Ну, христианин, то уж понятно, потому что я во Христа крестился, верую. Пусть я, как Дима Карамазов у Достоевского говорил, на дне ада сижу. Но все-таки и я, сын Божий, да? Вот, это христианин. Ты крестился хотя бы, пусть, правда, хоть диванной верой веруешь, уже есть какая-то надежда. Пусть хоть тот разбойник, который вот так по голову в крови, наверное, не по локоть там. И действительно, заодно исповедание где-то там со Христом. Пусть сам он не в великой славе. Ну, по крайней мере, действительно не в позоре. Поэтому, конечно, все эти конфессии любая, они проповедуют своего Христа, свое учение, своих пророков, своих отцов, в котором гробницы строят и прочее, прочее, прочее. Конечно же, я проповедник истины, проповедник Христа, проповедник свободы и единой системы, которую создал Господь Бог от начала. И один великий философ очень хорошо сказал, есть одна система, но он про немножко другого говорил, но я его позаимствую, у него это чудную формулу, и она немножко по-другому сказана, но в более такой простой форме. Это единство в свободе по закону любви. Вот система, Богом созданная от начала творения, ибо он и есть эта система. Христос, Бог, Отец и Бог, Дух Святой, который есть непознаваемая троичность божества в разных формах для человека, открываемая по мере его возможности познания этих тайн. Это единство. Поэтому, по сути, нам троица опять раскрыта, и еще один образ троицы, это именно что это не один, не моно, а единство каких-то личностей. И вот мы так же, мы едины в свободе по какому закону? По одному закону системы, это закон любви. По одному закону культа, это закон любви. Вот наш культ, вот наша формула, вот система, в которой все пребывают. Это единство в свободе по закону любви, который открыл нам сущий над всем Бог. Как Павел хорошо говорил, от начала времен, и так благотворя, сотворя мир, помните, как Исаак Сирин, от сотворения мира, само мир сотворила любовь и благо, и благо. Бог, благой Бог, любовь, да, вот, он его и привел в мир, в бытие, и промышляет о нем своей любовью и заботой, да, и конечная цель всего, как Исаак Сирин хорошо сказал, что там, поглощение, поглощение всего любовью, да, что-то так он, я уже забыл. Вот, конечная цель всего творения, мироздания. Вот и все, поэтому вот вам система, и именно эта система, конечно, я проповедник, сам в ней нахожусь, и всех призываю в ней быть. Хотя в ней быть очень легко, в ней вступить, это наоборот, покаяться, отойти от всех этих лжесистем и быть в единой системе. Вот, быть, быть не ребенком умом, да, чего те же самые семинарии не дают, а взрослым по уму, а ребенком нужно быть по сердцу. А ребячий ум, это не, Господь сказал, когда не будьте как дети, он говорил, конечно же, о сердце. Поэтому Павел нам это четко прокомментировал и истолковал. Он говорит, на злое будьте младенцы, то есть сердце чистое должно быть, чистое, значит, святое, безгрешное, да. Поэтому только чистое сердце Бога узрит. Поэтому мы с сердцами должны быть как дети, с сердцами, а не умом. А умом должны быть совершеннолетние. Совершеннолетний ум, не ребяческий, как Исаак Сирин говорит, как Павел говорит, да, не детский. Это ум, понимающий, что Бог неизменяем, что Бог любовь. Что наше дело проповедовать этого неизменяемого благого Бога любовь, который от начала создал, привел мило в бытие и попускал всем народам. Именно как Павел Красиво сказал, вон она, свобода проявлялась от начала. Каин шел убивать Авеля, Господь ему руки и ноги не отрезал. Он сделал то, что хотел, но Господь стучался ему в сердце. Точно так же Адаму, это же был заповедь-то дана на сердце написанное, не вкушать, не нарушать заповедь любви, не нарушать упование на Бога. Так что вот такая вот система. Поэтому, конечно, я никакой системе никогда принадлежать не буду. Я никогда не принадлежал, я уверовал в чистое, принял чистое. Господь меня напоил, кто мое знает, житие чистым словесным молоком. Два года меня их скармливал без всяких систем. Ну, а потом я стал эти системы познавать. На самом деле делают изнутри, даже вот специально, чтобы потом самому узнать и людей, конечно, освобождать. Но опять же, не хаянием этих систем, мне все равно на все эти системы, как бы они себя ни называли, что бы ни проповедовали. Христос немного нам на всех тыкал. Я говорю, мы даже в Евангелии не видим, что первосвященники саддукеями были. Это же вообще, это в уме не может даже. Саддуке отрицали душу, будущую жизнь, бессмертие, воскрешение. И, пожалуйста, вам. Уже сидели на Моисеевом седалище. То же самое сейчас. На всех этих христовых уже седалищах, кто только не сидит. Воссели все. Там одних католиков обвиняют, что они там Христа на земле заменили. Да его давно все конфессии. Ты, когда создаешь систему, вне системы от Христа, которая единственна в свободе по закону любви, ты уже сам себя выкинул из христовой любви. Потому что приводишь людей к себе, а не ко Христу. Евангелие я много раз показывал, и оно очень просто. Его может любое проповедовать, познавшие истину. Само Евангелие повествовательное. Это жизнь и учение Иисуса Христа. И потом, как это жизнеучение, его воплощалось на пять людях, осознавших в последнее время явно явившуюся истину, воплотившуюся. И мы можем посмотреть, как апостолы. Для чего у меня каналы «Жизнь», вы думаете, просто так? Чтобы вы тоже знали, кто я такой. Как я живу, как я жил, как я живу. Это важно. Что толку человек будет говорить о посте с брюхом, которое в экран не вмещается. Поэтому я, помимо роликов вот таких, показываю вам что-то другое. Как я живу, чем я занимаюсь. Чтобы вы, конечно, знали. Потому что слово «без дела» ничего не значит. Это пустота. Как Антоний Великий хорошо говорил. Великого, как он там, великое безобразие из безобразия. Они иногда любят такие выражения употреблять. Величайшее безобразие из безобразия. Это троически усиленная такая фраза мне очень нравится. Величайшее безобразие из безобразия. Учить тому, что сам не исполняешь. Да, это вот правда. Мне так нравятся некоторые у них. Тоже слова не хуже евангельских. Вот. Да и Господь то же самое говорил. Только Он нам эту заповедь давал. Сотворите, научите, да. И сам то же самое делал. Естественно, сначала творил, потом учил. Так что вот так. Вот это вот основное. Что везде нету всеобщей любви. Везде проповедь любви своих. Если в общем вам и говорят о любви к врагам. Ну так вот. Ну, во-первых, враги настоящие. Вам действительно говорят, что это вот враг. И вот как там надо. Потому что кто вне системы, он твой враг. А у христианина нет врагов. У него на земле каждый человек брат и сестра. Ибо мы от одной крови Господь дважды показал. А третий раз еще и от Бога родились духовно. Да. Вот. Какие у меня есть враги? Какие у меня есть? Если у меня все братья по плоти и сестры на земле. И еще есть братья и сестры по духу, которые от Бога родились. Что я там буду кого-то делить? Какие у меня враги? Ты любому христианин должен душу отдать. Душу и тело. Все, что возможно. Вот. Так что это что по поводу, вот, что меня самое сильное отталкивает? Это, конечно же, вот отсутствие любви. Проповедь любви к своим. Это каждая конфессия этим грешит. Потому что у нее порочное начало. Порочный корень – это то, что вот мы истинно. Мы почему-то не Христос истинно, а наше вероучение. Какое вероучение ваше может быть вообще в принципе, если есть Евангелие, которое в вере действующей любовью, все явленное Христом, делом. И в воскресении. Что это любовь бессмертная и в каждом, и во Христе, и в нас. Ибо мы все за Христом воскреснем. Каждый в свое время. Поэтому мне этого, конечно, не понять. Вот. Ну и второе, что я хотел сказать. Что-то я, правда, забыл-то. Я вот на этом сконцентрировался, на этой системе. Ну ладно, может, вспомню, может, не вспомню, не важно. Вот. Так что остаемся жить во Христе, в свободе во Христе. И все прославлять не людей, а Христа. Потому что все знания, как образ отца. Образ отца всегда в древности, когда не было никаких школ. Человек, и любой мужчина, парень, мальчик, да и девочка получает знания вроде как как бы от отца, да. Вот. Но по сути Христос о себе сказал. Не называть никого учителями, а один у вас учитель Христос. И, как мы все знаем, уже апостолы хорошо писали, что все от Духа Святого все знания. Что вы ни в чем не имеете нужду, но в то помазание, которое у вас будет вас всему учить, и так далее. Сам Павел говорил, предаю вас Господу. Хотя, вроде что, не было там достойных. И где же эти епископы, так называемые, пресвитеры, там все, а он почему пишет, что вас Господу предаю, да. Вот. Так что будем подвязаться в стяжании Духа Святого упованию на Господа, на Иисуса Христа и любовью ко всем и каждому. Будем все от одного учителя учиться Христа, ну или как образ Отца Небесного, нашего благого родителя. Так что так, что-то у меня прям надо было пометить, что-то у меня с этой системой. Вторая-то мысль моя, основная-то вылетела. Тоже, что-то я как-то подзапамятовал. Подзапамятовал. Я говорю, я не хочу там рассказывать про все эти ужасные предметы, бессмысленные, не имеющие никакого вообще значения. Что-то я хотел еще. Ну ладно, на любви остановимся. Самое важное – это любовь, да. Поэтому проповедь, конечно, не любви, это очень печально. Ничего ты там хорошего не подчерпнешь. Ибо где Христос, там и есть. Ну ладно, что-то Господь не кладет, что-то я… Значит, это останется и самое главное. Так что вот так вот. Так что, гудбай, семинария. Все это будем продолжать из истории церкви, вот великих преподобных на христолюбие. Буду записывать. Ну а так, что нам еще нужно-то? Верь, надеюсь, да люби. Вот вам все Евангелие. Люби всех и каждого, вокруг тебя, любого человека. Господь показал, кто такой ближний. Я говорю, понавырывают все из контекста. Там сказано, люби Бога и ближнего. Вот тебе в этих двух заповедях весь закон и пророки. И нет больше них. Ну и рассказывает, кто такой ближний. Это, по идее, вот как сейчас все называют, это и есть твой враг. Ибо кто такой был самарянин для иудеев, многие просто даже не понимают. Они с этими людьми не… Слово сообщались такое мягкое. Вот. Там не то, что не сообщались. За нечисть почитали. Вот. За самых еретиков, сатанистов, неходяев. Я не знаю, как самые такие слова безобидные избирают. Так что вот так вот. Ну, в общем-то, все. Наверное. Прям душа неспокойна. Хотя вот что-то вот… Все же я второй-то такое хотел подчеркнуть. Ну ладно, на любви остановимся. Если что есть, потом вспомню, запишу. Еще что хотел сказать-то. Ладно, со всеми прощаюсь. Всех, всех Божьих благословений, всех подвязайтесь в плодах Духа. Ибо человек спасается только Духом Святым. А плоды его нам известны, не сокрыты. Это любовь, радость, мир духовный, да. Вера, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Это же не просто слова. Мы, христианин, что делает? Подвязывается. Как ты кому-то любовь, если ты сам не воздержник. Если ты сам недолготерпеливый, как в тебе будет радость и мир. Все эти вещи взаимосвязаны. Это все прекрасные свойства души человеческой. Поэтому человек должен помнить от того, что эту одежечку он потом снимет. И там окажется голая душа. И на ней будет все видно. Неважно, как это Господь устроит, какая это будет природа. Но на душе будет отпечатана вся его жизнь, все его свойства. Он врун, это будет видно. Если здесь мы все можем сокрыть. Кто знает, что я врун? Я, может, патологически врун. Но пока человек со мной лично не столкнется, и то неважно, что я ему говорю, пока это не проявится, этот грех, я где-нибудь совру, и он узнает, да, или это выявится. Нет, ну так-то я иду по улице, я хороший человек, да. Я же не пинокки, вот с таким носом. Вот. То после смерти, конечно, все совлечемся. Вот. И пока не облечемся в новые тела, будем в сраме, в своих грехах. И вот надо всячески постараться подвизаться в святой жизни, да, подвизаться в прекрасных свойствах своей души, и самому свое рождение, свое спасение устраивать, строить этот дом духовный. Вот. И все его свойства нам известны. Главное, от которого начало и корень всего, это любовь. Любовь ли это истина, эти дела или не истины, мы узнаем, потому радуемся мы, творя дела любви, или скорбим. Я отдал миллион и плачу. Вот, блин, пришлось отдать-то. Конечно, ради того, чтобы в думу пролезть, ну, миллион-то жалко, отдал каким-то там бомжам-то, да. А вот если человек делает дела любви и радуется, это правильно. Если у него от этого мир приходит в жизнь, это правильно. Если у него от этого вырабатывается долготерпение, воздержание, потому что чем он больше отдает, тем он больше ущемляется. Если он все это сопровождается все больше делами любви, все больше радости, все больше миром, то это долготерпение, воздержание, все правильно идет. От этого я становлюсь еще более милосердным, да, от этого я еще больше становлюсь кротким, Потому что тот, кто нищает, хочешь не хочешь, становится кротким. И так все одно за другое цепляется потихонечку. Так что подвязайтесь в плодах духа, живите во Христе. Помните простую формулу, что это вера. Апостол Павел чудное дал определение христианству и всей проповеди. Самую короткую формулу – это вера, действующая любовью. Все. И там же, кто помнит, это галатам. Пятая глава. И внизу он перечисляет, что такое плоды этой веры, действующей жизни в Иисусе Христе. Веры, действующую любовью. Он перечисляет, как можно. Правильно ли ты любишь, поверь, или неправильно. В тебе вот эти плоды. Радость, мир, вера, долготерпение. Поэтому не забывайте. Вот посадение к галатам, конечно, чудное. У него такая, конечно, немногие понимают контекст его написания и всего прочего. Но когда-нибудь. Я там кратенько как-то касался, кто помнит. Но еще обязательно доберемся. Ну все. Так что всем желаю радоваться, веселиться в Господе, уповать всегда на Христа, сколько можно подвязаться. И любить все творение Божье. Растительный мир, животный и разумный. Людей и ангелов, и даже бесов, как многие преподобные находили. Ну все. Все мои каналы наверху. Кто не знает, все мои контакты внизу. Я всегда рад к новому общению. Все полезные ссылочки справа, как всегда, посмотрите там на моих каких-то каналах какие-то интересные ролики. Ну все. Всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok